Сейчас бизнес проживает непростое время. Заметно снизился спрос на товары и услуги. Большим ударом и по сей день для бизнеса остаются налоговые и социальные платежи, а также штрафы, которые накладываются в рамках административных дел. Все они являются избыточными. Решать проблемы нужно совместными усилиями. В этом вопросе диалог власти и предпринимательского сообщества – важная часть работы, которая поможет своевременно принять необходимые решения. Проведена серьезная работа по реформированию контрольно-надзорной сферы. Созданы эффективные механизмы предупреждения административного давления на предпринимателей. Сейчас очень важно сохранить этот успех. Для этого нам необходимо продолжить работу по совершенствованию контрольно-надзорной сферы, в которой нужно признать все же еще много нерешенных вопросов. За два года количество проверок было снижено вдвое. Это стало возможным благодаря принимаемым мерам на законодательном уровне. Напомним, что с прошлого года сокращен перечень оснований для внеплановых проверок. Введен мораторий на проведение плановых проверок субъектов, за исключением тех, чья деятельность отнесена к категории высокого и чрезвычайно высокого риска. Такая мера избавляет бизнес от лишней нагрузки, позволяет компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстанавливаться после пандемии. Это подтверждают и представители бизнес-сообщества. Особых трудностей мы сейчас не испытываем. Есть, конечно, в постоянном таком темпе проверки страны налоговой, но они в большей степени связаны с проверкой уплаты НДС. Так как у нас отгрузки еще идут по направлению по всей стране, то запросы на проверку предприятий приходятся со всех концов страны. А в целом проверки снизились? Проверки, конечно, были, несмотря на то, что они сокращены. Были вдвое, проверки все-таки были. И, конечно, есть случаи, которые заслуживают самого пристального внимания, когда контрольно-надзорные органы формально подходят к назначению штрафов. Когда штраф становится не мерой профилактической, а финансовым, серьезным наказанием для бизнеса, иногда ставящей. Снижение административной нагрузки при осуществлении хозяйственной деятельности является одним из важных фактов развития бизнеса и формирования благоприятного делового климата в регионе. Также на совещании рассказали о практике прокурорского надзора за исполнением законодательства относительно прав предпринимателей. Представители контрольно-надзорных органов озвучили свои предложения по улучшению взаимодействия с бизнесом. Очень сложно сейчас инспектору определить, выносить штраф за впервые совершенные нарушения или нет. Почему это происходит? Потому что предупреждение за впервые совершенные правонарушения возможно только в том случае, если нет угрозы жизни и здоровья. И тут замена штрафа, о которой Равел Зинович тоже сказал, она не работает. Но само понятие угрозы жизни и здоровья людям, оно нигде не определено. Его нет в законе. Напомним, Ульяновская область второй год подряд занимает лидирующую позицию в рейтинге из 85 субъектов Российской Федерации по состоянию деловой среды. Выйти на первые места помогают введенные меры поддержки, которые оперативно ввели в условиях пандемии. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Уллправды ТВ.